Здравствуйте, друзья! И прекрасная новость, вернее, у меня их сегодня две. Первая, это мы стартовали прямо сейчас, со вторым сезоном программы Тет-а-Тет, со всей моей чудесной командой. И мы, как всегда, в нашем любимом кафе СТ, за что ему огромное спасибо за гостеприимство. И вторая хорошая новость, сегодня у меня замечательный гость. Это Сергей Гололопов. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Сергей Гололопов, начальник сектора культуры Витовського районной державной администрации. Найкраще его характеризуют власне, ніж его слова. Я не діамант, щоб всім подобатись, та скажу одне, зі мною не засумуешь. І що ви діляєте кар'єру? Як далеко ви способні пійти, щоб зробити кар'єру? Ви говорили, що ви хотіли стати міністром культуры. Дістільно, я считаю, що в цьому і моя честність, що я не скрываю. Ну да, смотрите, тому що, ну, наверное, процентів 99,9, коли говориш о кар'єре, з якимось чиновниками, ну, извините, що вас називають чиновниками, ніхто не говорить вот так напряму, що я роблю кар'єру. Я хочу поднять культуру на селі, я хочу зробити, щоб всім людям жилося хорошо. Ну, і ще багато-много, можливо, це, конечно, і так, але ніхто не говорить вот так прямо і відкріто, що я хочу робити кар'єру. Просто в моєму власність нельзя викидувати те составляющі, які ви тільки що назвали. Да, є должностні інструкції, є положення, в отделі культури, в якій прописаний весь функціонал, який роблю я, роблю моя команда. Але є чоловічний фактор, і ми люди молоді, амбициозні. Я дуже горд тем, що я маю определенний багаж знань, маю образовання. Я сейчас учусь, заканчиваю аспирантуру Одесского регионального інститута госуправления при президенті України. То есть це все определенні маленькі шаги в большое, светлое своє будущее. Слежить, а вот второй вопрос. Як далеко ви зможете пойти? Ви зможете подвинуть кого-то, якщо буде, наприклад, місто, а вот ви і ще хто-то? І у вас буде можливість що-нібудь зробити, щоб подвинути цього чоловіка? Ну, це дуже неоднозначний вопрос, який требує незначного ответа. Будуть ли какие-нибудь, я понимаю, що конкретно в какой-то каже ситуація, але є ли що-то, що ви не зможете переступити, які-то принципи, даже на пути к своей цели сделать кар'єру? Ну, у мене є один принцип, це дружба. Якщо в чолові, в якому я уверен, як в другі, їх багато не бывает один-два чоловіка, і це нормально. І якщо я буду розуміти, що йому це нужніє, то я, скоріше зроблю шаг назад. А в той ситуацію, яку ви смоделіровали, це нормально, що кожен із кандидатів на одну і ту ж должність буде свої рычаги влияния включати, свої зв'язки, свої можливості, свої різні схеми. Це життя, і я ставився з цим вже. І в Николаїві, на конкурсах, які ви спробували, наверное. Да, і хочу сказати, що ці конкурси необычайно для мене стали таким закалюючим елементом. Вони дали можливість обрасти такою шкурою, в якій мастодонті, в якій можна роботи, роботи. І ти розумієш... Правда ж кажуть, що опіта саме цей? Безусловно. Опыт, сын, ошибок, трудних. Коли ви стали начальником сектора культури іменно в районі, де подчинення, було ли так, як вас сприніли? Не говорили, що ти хлопчик, ми тут працюємо і працюємо годами? Як зарекомендувати? Є якісь якісь совіти, три правила от Сергея Гололова, як себе зарекомендувати? Тому що, я ж розумію, що просто стукнути кулаком, це не та сфера совершенно. Абсолютно правильно. В своїй роботі я придерживаюсь не управління, а культура. Тому що що таке культура? Культура, да, це щас существує, ось цісячі определіння, що таке культура. Але базова — це совокупність матеріальних і духовних цінностей, цінностей в період своєго существування. Т.е. це цінності. Цінностями особо не управляєш, вони і є, і є, і не. Моя задача в рамках сотрудничества со своїми подчиненими, колегами, работниками, це підстегивати їх, направлять, давати інформацію, яку вони не можуть в сферу своєго возраста, в сферу своєго кругу общення, в сферу своїх различних характеристик, в той містності, в якій вони знаходяться. Относительно, як мене були приняты... Вот перший день, мені просто интересно вот эту атмосферу прочувствувати. Да, було необычайне чувство волнення, і це нормально, тому що ми все живі люди, не ошибаються, тільки боги. Коли назначали мене заведуючим сектором культури, це був процес, який заключався в согласові моєї кандидатурі з профільним замістителем глави обласної господарської администрації, з замістителем по соціально-гуманітарним вопросам. І вже, в принципі, район і работники культури знали цю фамилию, хто йде. Що щас прийде, хололопов і буде весь, а нас заговорят. А учитывая то, що город Николай, Николайська область, в сфере культури, це люди, які таким чи іншим образом друг друга знають, вони під цепочками почали узнавати, що це за чоловік. І до них доходила інформація, що це чоловік молодой, в принципі грамотний. Он работав в областному департаменті образовання, він работав в областному управлінні культури. Він, в принципі, знає музикальні школи, дому культури. І перша фраза, і перше восприятие, яке було, і вот, да, по каваларам, що говорили, що дуже виспитано і красиво. Ну, мені це як би льстило, ну, льстить. І я стараюсь, ну, не подводити те ожидання, які були. А включали на своїх когда-нибудь подчиненых? А ну-ка, ну-ка, розкажіть. Наверное, нет. Нет? Нет. Потому що я придерживаюсь того правила, що крик – це проявлення слабости. І вот по всім, да, психологічним таким вот установкам, що чоловіку треба объяснить. Я искренне уверен, що чоловік робить якісь ошибки, да, знаходясь в моїй команде, не з-за того, що він специально це робить. Ну, у мене таке, да, самоощущение. А із-за незнання, із-за, ну, какого-то, може быть, внутріннього системи координат, яка не така, як у мене. І вот я стараюсь как-то мотивувати людей. А мотивирую двома способами. Первый способ мотивации – це плюс. То есть показываю все те результаты положительные, которые человек получит, якщо він проделає цю роботу. І мотивация в минус. Показываю те ситуации, які він… І кнут і пряник. Безусловно. Ну, це кнут і пряник – це раніше було така присказка. Щас це система «важали ви про ты річ». Ну, суть-то одна і та же. Скажите, а давайте поговоримо о вашем детстве. Потому что я твердо уверена, что вот именно детство – это там, где зарождается и личность человека, и, в принципе, он формирует характер. А характер, как известно, это наша судьба в итоге. Что у вас, что в детстве с вами произошло, как вас воспитали, что вы стали именно таким? У вас счастливо було детство? Хороший вопрос. Я думаю, да. Ну, думаю, как? Вы считаете, у вас було хорошее детство? Счастливо? Вы были счастливым человеком? Не о материальном, я сейчас говорю. Нет, это совершенно неважно. Да, Яна, я был счастлив. У меня, слава Богу, была и есть полноценная семья. Отец, мать, любимая бабушка. У меня брат родной. Я с ранних лет проявил способность к художественному чтению. И именно вот эта вот способность декламации, красноречию, она и была первой отправной точкой вот дальнейшего какого-то такого пути по социокультурной жизни города Николаева и Николаевской области. А кто из родных вас так поддерживал, что нужно идти? Вот мужчина, мальчик. Ну, у меня просто самый сын. Я вот, ну, что это? Что это за чтение? Что за культура? Вон, иди на физмат, там еще куда-то. Что? Вас как? Кто поддержал? Ну, я хочу сказать, что отец очень демократично относится ко всем моим проявлениям и в детстве, и сейчас. А поддержала мать. Я помню, что где-то в классе третьем или четвертом у нас проходил сначала общешкольный, потом районный, потом городской и областной конкурс чтецов. И я в детстве читал Гумаревский, Павла Глазового. И оно в юном возрасте, когда маленький мальчик активно себя проявляет, имеет определенные актерские задатки, очень хорошо смотрелось. И меня в одном из конкурсов заприметил учитель, память которым я несу и до сих пор. Это заслуженный работник культуры Украины, руководитель студии художественного слова при городском дворце творчества учащихся, Кравцов Виктор Исакович. Сейчас он не работает, он уехал в Германию, ну, по семейным обстоятельствам. Но вот он первый, кто прививал мне умение и любовь к художественному слову. Ну, вам повезло, и семья вас поддержала, родители, и учителя хорошие были. Да. Вы знаете, у меня в ленте Фейсбука, я подписана на вас, ну, и на всех остальных, конечно же, на своих друзей. Но у меня много друзей из других районов Николаевской области. У меня есть такое впечатление, что в качестве культуры происходит что-то только в Витовском районе. Вы очень много внимания. Я не хочу сейчас обидеть никакие секторы культуры других районов, но как-то так получается, что все говорят, все слышат только о Витовском районе. Это на самом деле у вас только там, у вас что-то происходит? Или вы стараетесь таким образом разрекламировать себя, рассказать, как у вас все хорошо? Общаясь со своими коллегами, начальниками отделов культуры, заведующих секторов культуры, могу с убедительностью сказать, что у них в районах тоже отбьет ключом социокультурная жизнь. И может быть, где-то есть районы, которые преуспевающие. Но моя задача, и вот в этом мне помогает Витовский районный методический центр, в этом мне помогает наша пресс-служба отдела культуры, которая работает на общественных началах. Это прекрасная семья Антоненко, Антоненко Надежда и Антоненко Виолетта, которые помогают в просторах интернета аккумулировать различную информацию вокруг наших событийных рядов. И поэтому вот такое впечатление складывается. И у вас не одно и такое впечатление, что почему именно Витовский район? Может быть, а вы говорили вот ваши коллеги, что Сережа, что это? Только тебя и слышно. Уже делая благие дела, я уже натыкаюсь на то, что не всем это нравится. И вот даже возьмем обширную социальную сеть Facebook, есть те группы, которые вот моим коллегам, которые распространяют информацию про наше деяние в Витовском районе, рекомендуют немножко свой пыл остудить. Потому что специфика информационного общества, мне кажется, сейчас заключается в том, чтобы дать людям что-то такое пикантное и жареное. А я, в принципе, даю такую хорошую информацию, что у нас отремонтировался дом культуры, что у нас увеличились штатные единицы, что мы работаем с депутатами, у нас материально-техническая база учреждения культуры увеличивается. У нас у единственных, наверное, в Николаевской области учреждения культуры открываются. У нас увеличивается количество библиотек, у нас вот сейчас увеличивается количество детских музыкальных школ. И я твердо уверен, что об этом нужно говорить. Сергей, вы весь в работе. Все вопросы, которые я вам задаю, они все равно вот так вот сходятся к работе. Скажите, легко, есть ли у вас любимый человек? Да. Легко ли любить и быть рядом с Сергеем Голубым? При всей вот этой сумасшедшей культуре Витовского района, которая постоянно, я уверена, на 90% нам присутствует его, и время занимает вообще в жизни, и в голове? Я хочу сказать, что я не бриллиант, чтобы нравиться всем. И в этом есть и любого другого человека уникальность. Да. Со мной могу сказать одно, не соскучишься. Потому что... Это уже хорошо. Однозначно. Вот еще хочу отметить то, что таким или иным образом вся моя жизнь вертится вокруг сферы культуры. То есть у меня нет никакого там другого бизнеса, нет никаких-то предприятий, нет ничего такого, что не связано с культурой. То есть любые мои достижения в творчестве — это культура, в карьере — это культура, в какой-то другой сфере. Но это все равно все культура, все-все-все-все культура. А любимый человек со снисхождением к этому относится. Это очень мудрое. И мне очень повезло, что этот человек тоже вращается в этой сфере, в сфере культуры. И у нас как бы мысли и помыслы сходятся. Смотрят, как говорят, что счастливые, влюбленные люди не смотрят в одно направление. Это очень важно. Скажите, есть еще такие сплетни гуляют, что вам помогают в вашей карьере влиятельные друзья? Так ли это? Доля, правда, в этом есть. И вы открыто можете не стесняться об этом говорить? Да. Вот это вот, видите, мы закольцевали, с чего мы начинали, что вы не боитесь говорить о том, что вы делаете карьеру. Да. Просто, может быть, фамилии вот этих влиятельных людей не будут всем доставлять некую радость, но эти люди есть, и я считаю, что не только у меня, и у моих коллег есть эти люди. В чем специфика моей ситуации, что мы с этими людьми, они оказывают мне свое внимание в знак того пути, рабочего, который мы с ними прошли. Вот как пример могу сказать, что одним из таких человек является Виктория Викторовна Маскаленко. И мы с ней работали, она, будучи главой Витовской райгосадминистрации, я, будучи заведующий сектором культуры, мы в одной связке очень много сделали добрых дел на благо развития сферы культуры. И вот эта модель взаимоотношений, взаимопонимания, тоже понимание, что культура, несмотря ни на что, должна стоять в углу всех событий, вот нас как-то сближает, и вот мы хоть уже не работаем вместе, но поддерживаем различные взаимоотношения. И есть такой фактор. Мне очень импонирует ваша честность. Ну, я не вижу смысла лукавить, потому что весь в социальные сети все пестрят вот этой информацией, что за головом стоит один, второй, третий, четвертый, двадцать восьмой влиятельный человек. Доля правды в этом есть, доля правды в этом нет. Но, как говорится, ну, может быть, это не нужно на камеру говорить, но наша задача сделать вокруг себя определенный орел. Орел недоговоренности, орел тайны, орел недопонимания, орел запутанности. Потому что если человек прост, как доска, ну, он не интересен. Говорить человек культуры. Это так и есть. Скажите, ваши планы, вы сейчас начальник сектора культуры Литовского района, а что же дальше? Вы уже задумывались над тем? Помните, вы говорили вот недавно, что три или сколько лет вы сказали, потом эффекты выгорания. Вы думали о том, что уже пора куда-то в другое место, повыше, может быть, не то, что повыше, ну, вообще в другое место сменить? Да. Культуру Литовского района на культуру, я не знаю, там, другого района или, может быть, область? Да, я думал над этим. И хочу сказать, что совершенно недавно, вот несколько недель назад мне поступило предложение возглавить управление культуры города Бровары под Киевом. Это даже не Николаевская область. Это не Николаевская область, это замечательный город. Но взвесив все за и против, я пока отказался от этого предложения, потому что думаю, что со временем, ну, я смогу себя реализовать здесь. При всем уможении к людям, которые сейчас занимают все посты, я много у них учусь, много наблюдаю, много беру информации, вот даже участие в этих конкурсах, когда уже маститы и мастера своего дела принимали в них участие. И я изъявил желание, я очень много подчеркнул вот с их программ, с их моделей поведения, с их маститости. И все это вот входит в копилку моих дальнейших достижений. Конечно, такой эффект максимализма присутствует. Хочется все сейчас и немедленно. Но я логически понимаю, что есть люди, которые в силу своего возраста, это немаловажно, у них больше шансов занять определенные должности, в силу своих связей, в силу круговлиятельных людей, которые их окружают. Очень трезво оценить ситуацию. Очень трезво. Да. И максимализм, одновременно вы смотрите и видите, что есть что. Поэтому я, когда вот, да, я принимал участие в конкурсе на руководителя областного дворца культуры, на начальника управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия, у меня не было ощущения подбитой птицы. Объявили результаты. Нет, мы будем действовать дальше. И это был такой стимул работать еще больше и доказать людям, что может быть где-то в глубине души они заблуждены заблуждались. Какие черты характера вот вы в себе хотите развить еще больше? Я вижу, что у вас есть такое упорство, когда ставите себе цель, то идете туда. Что еще? Вот я, например, по себе знаю, мне лень вставать с утра. Это просто невозможно. А у вас есть какие-нибудь ваши слабости, которые вы хотите сделать своей силой? Ну, вот в контексте этого вопроса могу сказать, что я замечаю и понимаю, что может быть в некой мере это доставляет дискомфорт людям, с которыми я работаю. Я очень щепетильный и очень дотошный. И я вот человеку иной раз 15 раз объясняю, как, что нужно сделать, хотя в принципе понимаю, что эта задача решается по определенному алгоритму действий, который человек уже делал. И мне достаточно сказать только сделать это в такой-то срок, таким-то образом. И вот это мое чересчур желание все контролировать, потому что лучше тебя никто не сделает, вот оно иногда мне мешает заниматься львиной долей тех дел, которые могли бы тоже принести еще больше пользу в копилку развития моей работы витовской культуры. Вот это есть. Какие уроки, может быть, один урок был в вашей жизни, который вот очень сильно повлиял на вас? Может быть, отвернул от чего-то или наоборот подстегнул пойти налево, а не направо, пересмотреть свои отношения на людей? Вот было же что-то такое? Очень интересный вопрос, заставляющий, да, посмотреть внутрь себя и проанализировать некоторые моменты. Если вот отвечать на уровни ощущений, то могу сказать, что мне необычайно было досадно в детстве, когда я учился в музыкальной школе, третьей музыкальной школе города Николаева, у замечательного педагога по вокалу, директора музыкальной школы, Валентина Ивановна Ковальчук, и я учился в школе уже в позднем возрасте, я заканчивал экстерном. И пришло время заканчивать музыкальную школу, а у меня только появилось необычайное желание вот развиваться в этом направлении. И когда вот сказали, что все, вы все сдали, экстерном школа окончена, мы там через месяц будем с вами расставаться. И вот мне было необычайно досадно, потому что я не хотел расставаться, я только вот начинал купаться вот в этом всем, в мире музыки, в мире человеческих отношений с этим педагогом. И вот тогда, да, была некоторая досада, но я и сейчас с директором музыкальной школы поддерживаю замечательные отношения, мы встречаемся, иногда редко, но перезваниваемся, я иногда прошу совета. Вот это на уровне ощущений я помню. Что касается, ну вот такого кардинального, что изменило мою жизнь, ну вроде бы я со школы планировал, да, жизнь связать с культурой. После того, как я закончил первое учреждение, высшее, это университет культуры, у меня была возможность развиваться в двух вузах. Первый — это Академия руководящих кадров культуры и искусств в городе Киеве, и Академия государственного управления при президенте. И когда я начал анализировать вот эти два вуза и анализировать программу подготовки, я столкнулся с тем, что вот несмотря на такое замечательное название Академии руководящих кадров культуры и искусств, то есть по сути, да, вот если не смотреть внутрь по названию, это Академия, которая готовит руководителей сферы культуры, то учебные планы были очень похожи на планы университета культуры, в которых я уже определённые знания получил. И тогда вот по хорошей рекомендации моего куратора в Институте культуры Панченко, Эмма Фёдоровны, с которой мы тоже сейчас поддерживаем замечательные отношения, она посоветовала вот обратить своё внимание и взоры на Академию при президенте Украины. Я поступил с первого раза, я вообще люблю учиться, и мне кажется, человек развивается в той степени, в которой он ищет какие-то новые знания, новые ощущения, потому что специфика нашей работы — нельзя стоять на месте. Если ты будешь стоять на месте, более талантливые, более амбициозные люди, которые идут за тобой, и это нормально, могут тебя не то что подвинуть, а могут и затоптать. И я помню мне ещё мой педагог по украинскому языку и литературу, общеобразовательной школы номер 46 говорила, Сергею, не потребно выделяться на целый крок. Иначе те, кто позаду, заплюют. Не потребно выставать на целый крок, иначе те, кто идут позаду, затопчут. Тебе нужно быть попереду только на пів крока. Таким образом, ты будешь и с тем, кто попереду тебе, и с тем, кто позаду тебе. И вот такое вот понимание того, что всё нужно делать в меру, оно присутствует и помогает мне жить, существовать, развиваться. Мне очень понравилась наша сегодняшняя беседа. Мне кажется, вы были предельно откровенны, и я узнала всё, что я хотела о вас. Спасибо огромное. Больше хороших встреч, хороших людей, больше позитива. А энергии, я думаю, вам не занимать. Спасибо огромное. Я вам благодарен. Спасибо вам большое. Ну а мы, как всегда, благодарим Кафе СТ за гостеприимство и уют.